Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. Казахстан, согласно соглашению о разделе продукции, не будет возмещать расходы Nordkaspian Operation Company на возобновление добычи на Кашагане, сообщает Кастак. В частности, подрядчик Республики Казахстан договорились, что все затраты, связанные с проектированием, изготовлением, техническим обслуживанием, эксплуатацией первичных трубопроводов, являются невозмещаемыми и, соответственно, наша страна не понесет в этой связи никаких потерь. По предварительным оценкам, затраты на замену трубопроводов составят порядка 3 миллиардов долларов. Напомним, в сентябре прошлого года глава нефтекомпании «Тоталь» Кристоф де Маржери сообщил, что повторный запуск добычи нефти на месторождении Кашаган отодвинут на 2017 год. Казахстан и Россия подготовят в ближайшие месяцы программу экологической безопасности деятельности космодрома Байконур на 2015-2017 годы, пишет Интерфакс Казахстан. Казахстанско-российская межправительственная комиссия поручила сторонам завершить работу по подготовке комплексного плана по социально-экономическому развитию города Байконур, проработать вопросы, касающиеся применения административного законодательства Казахстана и России на комплексе Байконур, ограничение роста тарифов на коммунальные услуги в городе. Стороны также договорились ускорить подготовку ряда проектов международных договоров в части перехода казахстанских школ города Байконур на образовательные стандарты республики, исключение двойного налогообложения. Посольство Эстонии в Астане с 1 января этого года стало контактным посольством НАТО в Казахстане, сообщил заместитель главы депмиссии Эстонии в Астане Пьетер Миллер. В задачи контактного посольства НАТО входит дальнейшее налаживание взаимовыгодного сотрудничества между Альянсом и Казахстаном, подчеркнул Миллер. В 2013-2014 годы обязанности контактного посольства НАТО в Казахстане исполняла Латвия. Правоохранительные органы Казахстана не будут рассматривать анонимные обращения граждан, сообщил начальник департамента Генеральной прокуратуры Амирхан Аманбаев. Это нововведение предусмотрено в рамках нового Уголовно-процессуального кодекса. Также есть действующий закон об обращении граждан, запрещающий рассматривать анонимки. Раньше анонимные сообщения проверялись только в том случае, когда имелся состав коррупционных, экстремистских и других правонарушений. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных казахстанцев с праздником Рождества Христова, сообщает Интерфакс Казахстан. «Мне хотелось бы от всего сердца душевно поприветствовать всех казахстанцев, поздравляя всех православных с этим святым днем. Желаю, чтобы мир и радость пришли в семьи, чтобы согласие и мир всегда были между людьми», сказал митрополит Александр на пресс-конференции в Алматы. По его словам, 6 января в Алматы в Вознесенском кафедральном соборе традиционно отслужат литургию. В Казахстане Рождество является нерабочим днем. О событиях нашего города вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. Чудовищная авария произошла сегодня в полдень на 19-м километре трассы Актуба-Астрахань. На указанном участке дороги столкнулись две иномарки – «Опель» и «Тойота», в результате чего четверо пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще шесть человек с различными травмами были госпитализированы в различные больницы областного центра. Среди пострадавших – полуторагодовалая малышка, которая сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Автомобильные заторы на загородных трассах – обычно редкость. Такое наблюдается разве что во время сильной непогоды. Но бывает и исключение – крупное ДТП. Такая авария, унесшая жизнь сразу четырех человек, сегодня случилась неподалеку от поселка Бестамак. В полдень здесь столкнулись две иномарки. Обе машины были изрядно покорежены. «Тойота» съехала в «Кювет», «Опель» встал посередине трассы. Проезжавшие мимо люди не ленились подходить ближе к месту аварии, пытаясь узнать у стражи порядка данные о погибших, поскольку у многих знакомые выехали на попутных машинах в сторону областного центра. Тела трех женщин и одного мужчины полицейские не спешили убирать с места происшествия. Судмедэксперты фиксировали полученные ими травмы, рассчитывали, на какой скорости могли ехать машины, отмечали и другие не менее важные моменты. Примечательно, что проезжающие автомобилисты, увидев чудовищные последствия ДТП, тут же сбавляли скорость. Хотелось бы обратить особое внимание, учитывая метеорологические условия в зимний период. Мы просим строго соблюдать правила дорожного движения, так как любое дорожно-транспортное происшествие происходит из-за несоблюдения этих правил. В этой аварии пострадали 6 человек, в том числе двое детей, девочки 6 и полутора лет. Самая младшая жертва ДТП сейчас в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Туда же поступили еще несколько человек. Почти у всех переломы и травмы головы. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. По неподтвержденной информации, водитель одной из машин занимался частным извозом и в тот день ехал со случайными пассажирами. Сейчас специалисты ДВД области занимаются расследованием этого крупного ДТП. По словам представителей правоохранительных органов, это вторая подобная авария, с начала 2015 года, в которой пострадало наибольшее количество людей. Между тем, судя по памятным доскам, напоминающие надгроби, что за моей спиной 19-ти километр автомагистрали Актубе-Астрихань не такой уж и спокойной в плане безопасности дорожного движения. Акмурал Майкузова, Канат Аспагамбетов, программа «Факт». Крупным штрафом или реальным тюремным сроком может обернуться пьяная шутка для его автора, 34-летнего жителя Актубе. В минувший четверг, сразу после новогоднего праздника, мужчина, будучи под шофе, позвонил по номеру 102 и стал угрожать, что взорвет здание ГУВД по улице Тикиби. Впрочем, реализовать задуманное ему не удалось. Мужчина был попросту пьян и, как признался позже, решил таким образом пошутить. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. 1 января, примерно в половине девятого вечера, на телефон 102 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что угрожал взорвать здание Управления внутренних дел города Актубе. В связи с чем, значит, все приданные силы были подняты по тревоге, весь личный состав был поднят по тревоге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан, значит, подозреваемый. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по 273 статье Уголовного кодекса Республики Астан. Он взят под стражу. На днях в Казахстане начинают действовать новые правила дорожного движения. Постановление об их введении было подписано правительством 27 декабря. Законную силу оно вступает 7 января. С этого дня казахстанские водители обязаны выполнять все требования нового законодательства. Подробнее о новшествах в нашем следующем репортаже. Прежде всего казахстанским водителям следует знать о том, что теперь придется ездить с ближним светом фар не только за городом, но и в населенных пунктах. Это одно из нововведений. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 5 МРП. В АДМ полиции говорят, что таким образом хотят добиться снижения ДТП, а также перенимают опыт европейских стран. 20% дорожно-транспортных происшествий будет способствовать снижению почти 20% дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, при движении транспортное средство с включенными фарами наиболее заметнее будет. Особенно в таких погодных условиях, как туман, либо снегопад. Соответственно, машина, ее не видно практически. Ключенные фары, они действительно будут выделять транспортное средство. Непосредственно, да, оно по сути-то по-любому повлияет на снижение дорожно-транспортных происшествий. Еще одним существенным новшеством является то, что теперь детей до 12 лет в автомобилях необходимо перевозить исключительно в специальных автокреслах. Причем это касается абсолютно всех, в том числе и таксистов. Полиции, соответственно, будет необходимо вести надзор за дорожные движения. И, соответственно, если будут нарушаться данные правила дорожного движения, они будут применяться меры, соответствующие с Кодексом инициативных правонарушений, который введен с 1 января. А постановление правительства о движении правил дорожного движения, как мы уже сказали, оно предусматривает перевозку детей до 12-летнего возраста в специально установленных креслах, детских креслах. Еще отменены доверенности на вождение автомобиля. Это новшество было введено в законе дорожного движения еще в октябре. Также, согласно техническому регламенту для стран Таможенного союза, ужесточаются требования к использованию шин в зависимости от сезона. Так, зимняя резина должна использоваться исключительно в зимний сезон. А вот использование шипованной резины в летний период строго запрещается, так как это ведет к порче асфальта. Алиса Маринец, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Новогодние праздники прошли для октябринских медиков относительно спокойно. Госпитализированных серьезными ожогами, переломами и травмами нет. Сократилось по сравнению с прошлым годом и количество обратившихся в эти дни за медицинской помощью. На новогоднюю вахту все городские клиники заступили в штатном режиме, но значительно усилив свои позиции. Это коснулось всех бригад, работающих как на местах, так и на выезде. К приему пациентов были готовы служба 103, медцентр в поселке Новый, железнодорожная больница и больница скорой медицинской помощи. Были усилены бригады все, травматология, нейрохирургия, кардиохирургия, терапия, приемное отделение. И того, что мы ожидали, не случилось. Мы думали, что народ поварит, потому что гололед, ну и праздники, разумеется. Благо сетовать на большой поток травмированных, покалеченных и обожженных специалистам не пришлось. Этот Новый год выдался значительно спокойнее предыдущих. После Нового года к нам поступило 53 человека, из них один более-менее серьезный ножевое ранение в грудную клетку, без повреждения легкого, прооперировали. У него состояние на сегодняшний день удовлетворительно подлежит выписке. Были поступившие с ушибами мягких тканей, а также пациенты с обострением хронических заболеваний, что с праздником никак не связано. В настоящее время в инсультном отделении клиники находятся двое мужчин, поступившие с кровоизлиянием в мозг. Они были обнаружены в тяжелом состоянии у себя дома родственниками и до сих пор находятся в коме. Оба пациента получают комплексное лечение. Ирина Гудь, Канат Таспагамбетов, программа «Факт». Сигареты и алкоголь отныне удовольствие не из дешевых. Так, с Нового года пачка сигарет с фильтром стоит минимум 200 тенге. Кроме того, с 1 января на 10-15% подорожали спиртные напитки. В целом, ряд продовольственных товаров успел подорожать еще в декабре. Успели ли актюбинцы испытать на себе всю прелесть новых цен? И как к этому отнеслись, расскажем прямо сейчас. С Нового года в стране выросли пенсии и пособия. Вместе с тем, как это вводится, дорожают продовольствия и услуги. Уже в прошлом месяце по стране, согласно данным Комитета по статистике, изрядно выросли цены на крупы, сахар и муку. Прирост составил около 20%. Молочные продукты подорожали на 11%. Хлеб, макароны, кондитерские изделия, кофе и чай – также в списке подорожавших товаров. Актюбинцы, только отходящие от праздников, уже отметили для себя, насколько изменились ценники на прилавках. Цены вроде бы прежние. Вот хлеб, правда, в супермаркете стоил 42 тенге, а теперь 49. Сигареты еще подорожали на 10-20 тенге. Не то, что мы брали, пиво так и осталось на таком же уровне. А сейчас ради интереса пробежалось. Сахар, кстати, был 161, теперь 159. Мука 88, как была, так она и есть. Поэтому особо такого роста цен нет. Вот бензин подешевел – 109 тенге. Но было бы неплохо, если бы еще снизили цену до 50. Все-таки свой же бензин. Слышал еще, что с нового года комуслуги подорожают. Отношения, конечно же, отрицательные. И так все дорого. На фоне всеобщего роста цен приятно удивляют падающие цены на бензин. Сегодня на городских АЗС литры АИ-92 стоят 109 тенге. Дизельное топливо подешевело до 107 тенге. Говорилось также и о повышении тарифов на комуслуги. На это повлиял, в частности, рост цен на газ. А также рост тарифов КИГОК – системного оператора Единой электроэнергетической системы страны. Аселькин Жалин, Алимжан Молдобеков. Программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!